Итак, продолжаем изучение. Условный оператор if, или его также называют оператором ветвления. То есть блок схемы уже начинает ветвиться if, потом запишем условие, then, если выполняется это условие, идем по ветке да, выполняется оператор номер один. И else, если условие не выполняется, значит идем по ветке нет, получаем по ветке нет, и выполняется оператор два. То есть в зависимости от того, выполняется условие или нет, мы выполняем либо оператор один, либо оператор два. Условие представляет собой логическое выражение. Самые простые условия можно записать в виде равенства или неравенства. Вот в первом примере, если a равно b, то напечатаем, ура, они равны. Иначе пишем, ой, они неравны. И если условие записать в виде неравенства, если a больше b, то он не пишет, ура, первое число больше. И уже какой-нибудь другой оператор. Ну, например, можно написать, что второе число больше. Итак, покажем на примере. Вот самая простая программа. a присвоим 1, b присвоим 2. Здесь можно в одну строчку писать if, a больше b, then. А можно писать вот так вот, в три строчки. Кому как удобно. Вот, есть особой разницы нет. И самое главное, после команды, после оператора один, который идет за оператором zen, не надо ставить точку запятой. И вот показываем, как это будет работать. Второе число больше. То есть программа что сделала? a присвоила 1, b присвоила 2, проверила условие a больше b. Условие не выполнилось, потому что 1 не больше, чем b. И поэтому выполнился оператор номер 2. Тот, который идет после команды else. Вот, если же мы программу немного изменим. Если a присвоим 10. То программа напечатает, что первое число больше. То есть условный оператор a больше, чем b проверяет 10 больше, чем 2. Значит, выполняем оператор 1, который идет после ключевого слова zen.